слава украине привет всем от полонского давайте разберемся сегодня какое у нас число 16 апреля разберемся какие у нас какая ситуация на утро сегодняшнего дня на сегодняшний день самые тяжелые бои были по маринке и бахмуту также расисты наступали на авдеевку также деброву и белогоровку это традиционное талиманское направление то же самое значит по бахмуту и по маринке продвижение у расистов нет бои тяжелые что туда что туда расисты перебрасывают свежее мясо с полигонов это могилизированная как правило которые пили водку до этого на полигонах где-то там центральной россии теперь пришла их очередь как говорится быть утилизированными в украине вот их прислали в бахмут маленькую где пошлют в очередные мясные атаки из которых они уже не вернуться дальше вагнеровцы тоже сейчас начали усиливать агитацию и усиливать могилизацию своей ряды но интересно что уже не из зэков а пытаются нанять людей что называется с улицы вот эти вот столы на которых стоят материалы рекламные службы вагна точнее утилизации вагнере сейчас просто стоят по русским городам и там значит они ходят и люди подписываются на этот на это все дело их отправляют на полигон там на пару дней а потом на утилизацию куда-то там под донецк ну чаще всего это бахмут и в маринке корица билет в один конец но многих это устраивает и интересует нас интересует то что наши стоят город не окружен еще раз говорю шоптом не распускали какие-то слухи город не окружен бои происходят в его западной части наша часть города держат 6 с этим ничего сделать не могут в маринке традиционно они уберут уже девять лет подряд они и атакуют 2014 года ничего сделать то же самое не могут хотя уже по поводу маринки они вера с 50 заявляли что они захватили в авдеевке тоже были такие же тяжелые бои в авдеевке я пока каркать не буду но я знаю что была наша контратака все больше ничего говорить не буду по запорожье они применяли не по запорожье по запорожской области они применяли вот эти вот летающие бомбы попали слава богу никуда не попали в том что них как все их оружие косое такие бомбы косые они летят куда попала вали в огороды слава богу люди не погибли но тем не менее это очень неприятно когда летит такая штука весом 500 килограмм подумайте вот попали по сельским по сельской местности дальше в киеве пасха пока что не только в киеве украине пока что каких-то аксессов не замечено каждый празднует там где он хочет люди ходили в церкви тот кто считал нужным празднование происходил и про продолжает происходить в киево-печерской лавре в той части которая освобождена от московских попов это имеется ввиду трапезный храм и успенский собор там это происходит сегодня была ночная служба но я не знаю если у меня будет время сегодня подскочу посмотрим что там происходит и как оно интересно что московский сатанист гундяй заявил что он хочет дружбы между российским и украинским народом да вы там все охренели сначала это скотина освещает так сказать если можно сказать он бы еще фуражка гитлера которая на которой они вместе с путином молиться помахал бы осветил бы получилось бы замечательно сначала он освещает танки вермахта извините путинские танки путинское оружие путинские эти вот грады по рпц освещают аж бегом которыми убивают украинских женщин и детей а потом их толстопузый этот пук гундяй который больше похож на мешку япончика выходит и говорит что он за мир дружбу кукурузу да ты не подохренел там а вопрос такой мира дружбы кукурузы уже точно не будет единственное что хочешь мира значит собрали манатки пошли вон с территории украины я имею ввиду вашу российско-фашистскую армию тогда будет мир дружбы все равно не будет номер будет да но это тоже не точно так что но гундяй как всегда в своем репертуаре репертуаре он отрабатывает кремлевскую методичку сейчас у них методичка новая у нас должен быть мир уже пора заключать мир то есть они понимают что наши контрнаступления сметятых чертовой матери они отрабатывают новую методичку которая пришла с кремляшу нужно вот зафиксировать их территориальные так сказать достижения но на кого это рассчитано на каких идиотов они рассчитаны непонятно все просто поулыбались покрутили у виска сказали слава украине дали рашки пиндюля и она полетела с украины вот собственно говоря и все слава украине